Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, значит вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Эфиопию, сетевая партия Fidmars Civilization 6. Если вы не видели начало, то переходите к первой серии, ссылка на весь плейлист есть в описании и в прикреплённом комментарии. Там же ссылка на весь стрим с этой партии, которая доступна для спонсоров канала. Большое спасибо вам за поддержку и всем вам приятного продолжения просмотра. Ну то, что он планирует объявить войну было понятно, но на последней секунде, чтобы два раза ударить... Все средства хороши? Так, этот мудила в бан идёт. Такие люди, все средства хороши, это просто... Главное, чтобы у вас среди знакомых таких не было. Так, мечников надо будет создать. Ну я в следующем... Не, не в следующем, через ход должен апнуть, по идее. Блин, я карточку забыл поставить. На всадников. Ну он сам сейчас тут город поставит, поселенцам, естественно. Так, мне, кстати, лошадей бы, наверное, захотят. Хотя мне хватит, по идее. Кстати, а что я религию не создаю? Давайте, наверное, попробуем... Или всадников всё-таки строить. Три хода всадники. Надо одного всадника построить, просто чтобы города посильнее были. Три хода всадники. Карточку не поменял плохо. Ладно, давайте тут всадника. Может, тут тоже ещё в Микеле дрем... Ну вот, сила 10 слабовата. Я сейчас, по идее, должен... Мечник апнуть, какая-то сила появится. Танги по списке не моего убивают. Так, аютхаю засоюзили. 25 сил. Ну это уже терпимо, хотя бы. Это хотя бы терпимо. У меня деньги некуда девать, в общем-то, кроме как... Да, давайте обнимем лучника тут. Майя встретили. Эпай, ливнули люди... Все ливнули люди с другого континента, что ли? Голландия, говорит, вероломное нападение. Короче, если бы он не напал, то через 6 часов, вот с 4 мест было... Готовилось нападение от Эфиопии, я так понял. На, ладно, давайте тут тоже стены сделаем. Так, наверное, все-таки инженерное дело. Поменяем. Ну вот, смотрите, чувак на последнем ходу все делал. На последних секундах. Специально, чтобы я не мог реагировать. Но убить мы его не можем пока, к сожалению. Да, больно. Кони бьют больно. Блин, мог сейчас посила захватить. Давайте мы его захватим сейчас. В любом случае попробуем. У меня, наверное, не успеет мечник прийти в этот город. Хотя, он следующим ходом не должен его захватывать, по идее. Он же вылечится на некоторые этапы, а через ход будут уже стены. Стена должна успеть, по идее. Нужен всадник, потому что он усиливает, а потом можно копья. Так, сколько у меня один этот? Нет, нет, не отправляем никуда. Так, тут на фастклик на захват поселенца. Так, сколько у меня здесь? Так, наверное, тут он указывает. Видите, вот он зря вылечился только что конем, кстати Он, наверное, мог, если бы не лечился О, и у меня забегает туда всадник следующим ходом Кайф Но он не должен взять город Так выглядит И он ступил, что вот этим всадником не проатаковал Хотя, может быть, у него там не было очков перемещения Ему надо было убиваться об город Он тут стоял, надо было убиться об город И вот этими потом двумя атаковать И он бы забирал Тогда сейчас вообще непонятно смысл его атаки Я еще и поселенца забрал обратно Честно говоря, все это выглядит странно Так, ну теперь можно и копейщика Ну, в общем-то Или подходить лучше Ладно, подойду Так, мне сейчас еще важно всадника завести в Мекеля Я вообще не понимаю, как он его собирается брать Это будет у него сила 37, наверное Ну и со стеной Ну, вообще со стеной Всадники со стеной Не очень 39 даже Ага, да-да Давай, удачи Короче, еще один Вот это вам пример Почему не надо ливать, когда На вас нападают Ну, я заранее думал Вот видите, как только мы увидели двух всадников Двух всадников Мы уже действовали в сторону того, что на нас будут нападать Понимаете? Мы это видели Он пишет Это того не стоило Сейчас он ливнет Господи, какие мудилы играют в эту игру Господи О боже Просто, просто конченые Это Нет слов других Так, а тут не холм, случайно Так, сколько ли человек осталось? Раз Два Три Четыре Пять То есть Трое Ливнуло Просто зачем ты То есть Зачем Садиться в ффа и сыграй дуэльку Если ты вот У тебя такой стиль игры Сыграй дуэльку Зачем ты приходишь в ффа Вот на такие раши Еще за Нидерланды В каком месте у Нидерландов Есть возможность Вот так вот играть Просто трындец Кстати Прокачаем Сейчас там что-то копейщиком Надо убить Чтобы военную тактику Ускорить Да Давайте тут рабочего Теперь Просто зачем Обосраться с атакой И ливнуть Что вот В каком месте Было Видно Что я типа Не готов к этой атаке У меня Ну смотри На силу юнитов Но он Но он конечно Вот тут он Затупил Он реально мог взять город Вот тут был полностью Раненый конь Да То есть его надо было Убиваться об город Убиваться Прямо А потом двумя конями Он бы Тут Этот добегал Еще Он бы его точно забрал А он вместо этого Сюда пошел Он видимо думал Что у меня стены Так быстро не построятся Не знаю А посмотрел на никнейм Да Тут Кстати Возможно Мой никнейм Тут сыграл против меня Действительно Что выглядит Как дурачок Конечно С таким никнеймом Какой-то дурачок Тут Девушки отдыхают Девушки отдыхают я на автомат поставлю скаутов теперь ты прям хоть иди ну я наверно точно пойду на ночь не захватывать а хотя бы пограбить конями и мечником так две стены пришлось построить так сушки а религию мы вообще надо почитать проектики на религию а ну пускай игры развлечения открываются уже он до строительства нам далеко стоит ли металличникам эти вопрос так на шоколад пойдем оборонительную тактику открою здесь блин надо какой-то а рынок 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 достроим так здесь проекты на религию почитаем надо повырубать что-то так сахар обработал сахар обработаем два сахара это какая-то гэгэшка скорее всего дает дают хай а куда с два сахара аж еще ни один не обрабатывал ну ладно так в микеле торговца тут у нас священка сара о следующим ходом откладываем производство добавится это тут будет плюс четыре священочка зашибись к конь кстати может убить моего коня чудо снизу забирать ну голландца конечно хотелось бы убить но он слишком далеко для меня расстояние я имею ввиду пор прикалывает упородцев в трех всадников бездарно ну это было бы логично себя хотя бы близко был но вот то есть но просто вот иди ты вся его идея только в том чтобы я ливнул пошел даже эти города удержать не может вся идея нападения лив так а как а как это как это развивает твою экономику как тебе это помогает победить вот блин то есть логика нападения вообще в чем было чтобы я ливнул правильно но это ну и его это никак не усиливает так тут два хорошо а блин надо три рудника я два построил да конечно надо скальные эти надо вот сюда рудник построить пока надо просто ускорить ученичество просто у нас на холмах обычно мы будем строить скальные храмы поэтому у нас не так много рудников пока вместо того чтобы вот тут город поставить какой-нибудь крутой подрара ему вообще влазит все курт где-то до влазницы несмотря на то что тут нету вот сюда надо было ставить ему город несмотря на то что тут нету пресные не или даже не вот сюда раз два ты вот сюда чтобы акведук к озеру провести там зато науки есть ученичество ускорить я хочу открыть посмотреть где мне промышленные зоны норм будет так 65 она тут стоим ждем возможность выкупить шоколад так тут даже не было победы поражения он 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 даже помню одного юнита не потерял он не потерял ни одного юнита он просто не смог захватить город и ливну это это разве поражение зачем такое играть так сушки я совершенно за душу могу за веру покупать вопрос только надо ли мне где-то тут ну наверно на дачу города всегда надо ставить как только вопрос сейчас куда эти смотреть холмы есть нету нету вот я бы сюда поставил и потом где то есть холм нету а блин проблемка ведь мы только сюда можем получается на холм поставить да ну давайте сюда поведу и тогда раз два три ну придется либо сюда либо сюда либо сюда куда-то о вырываемся в разграбление это же лечение все сейчас будет может хотя атаковать роттердам и потом лечиться грабя клетки ну 35 наверно одним всадником хрен возьмешь так надо светилища чтобы распространять религию оборонительная тактика я бы уже вот это убрал так пасе а так на себя поселенцы если я их покупаю правильно дайте покупка клеток возьмем может содержание юнитов уменьшим пока давайте пока вот так как-то о плюс 10 норм и пингалу давайте в лалибелу пока дальше военная тактика военная подготовка так азамая тоже живой игрок да вот компьютер понимает куда вести посела обратите внимание мне так ну надо рабочего наверное захватить а он уже сделал ну давайте захватывать рабочего и атаковать лучника 9 ходов до конца и у на нам 77 очков надо на на золотой век так мы получим сейчас за основание религии эфиопы у нас православные на а уже прославить туда иудеи трудовую дисциплину нельзя дать на тогда хоровую музыку или религиозное сообщество хоровую музыку что-то хочется и гурдвару я бы взяла так два очка эпохи теологии ускорили кати давайте ее и откроем рынок есть кампус на плюс 2 5 евро джонни к спасибо большое тоже на шестую циву на шестую циву спасибо стоит просто там или что компьютер лучше живого игрока играет о мы даже свалить отсюда можем кайф интересно это комп поставил ли он здесь центр коммерции коник коник и гого поскакали кстати коник по-польски и по-белорусски не знаю как как по украински но по по-больски и белорусски коник это кузнечик по им поселенца и покупаем миссионера и ставим соседство кубка клеток кстати давайте это используем сейчас заменим как раз ставим соседство священного места оба еще плюс к вере и надежде блин три посла надо было надо было первый посол поставить шингете засоюзить ну как эти вот шингете засоюзим еще еще два очка да араб устроить очень хочется тут город поставить наверно надо ставить что мы теряем нет я живыми людьми играю но вот этот конкретно уже ливнул потому что мне войну проиграл даже все таки сюда поставлю город да я ну блин тут и кампус на плюс 2 и священка на плюс 3 а то есть на плюс четыре. Это кампус сначала. К сожалению, не на холме, но тут особо без вариантов. Так, тут я, наверное, сразу куплю строителя. У меня тут есть строитель, блин. Ну, с одним зарядом всего, ладно. Так, что-то надо побыстрее открыть. Два кампуса, это я ускорю. Давайте войну, я военный лагерь не собираюсь строить. О, видите, тут это мы сделаем. Через два хода два кампуса будет. Так, и здесь бы повырубать, наверное. Давай так. О, льды я. О, льды я. Ну, он просто смотрит на мою армию, но тем не менее, все равно, это прям, ну, вот это два его очка сжавшихся в ужасе. Как бы два это слишком, действительно. Два военных лагеря вот так представить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, латников я не ожидал увидеть. Ай, у него еще поселенца варвары украли. Прикол. Так, тут мы сразу акведук, в общем-то, начинаем. Так, империя мапучи тоже, я так понимаю, комп. У нас тут трое ливнуло. Мне кажется, это минус всадник. Все-таки латники больно будут бить. Сколько там у них? 50. 45. Ну, в принципе, норм, убежим. Кстати, тут сюда еще караван побежит, поэтому хочу еще его разграбить. Так, а если я сюда... Надо сюда куда-то установить. А в следующем году могу вернуться, разграбить. Так, соседство компусов тоже поставим, я думаю. Вместо содержания юнитов. Или строителей тоже пока достаточно. Я где-нибудь строю строителей. Нигде. Если что, я куплю за веру, правильно? Пингалу пока. Что, наверное, давайте... Я бы содержание юнитов оставил еще. Это у нас плюс 13 науки. Извините. Блин. Первый посол нужно с шингетти засоюзить. Уже лаутару. Двумя четыре будет туда. А, блин, если бы я первый, я бы получил очки. Фак. Блин. Нет, мечника. Тут у него уже как бы много, конечно, юнитов. Наверное, уже можно валить отсюда. В смысле... На 57-й ход? Кто там так по науке летит? Охренеть. 57-й ход. Ну, давайте исход евангелистов будем тут. У нас всего только столица. Вау. Это было бы... Так, кстати, а мы не можем ли поменять сейчас политические курсы? Разве... Разве когда выходишься еще, похуй, нельзя поменять политические курсы? Пересоюзить очки только когда вы в войне с тем, у кого пересоюзиваете. А я же самопучий не в войне. Однократно. Не, пока не хочу. У меня тут еще есть что пограбить. Ну, я надеюсь, что мне хватит, возможно, торговца разграбить. Кстати, это тоже акведук нужен. Ну, че, всадников? Всадники это ж легкая кавалерия, да? Из 100% к производству давайте... Давайте в священном месте. Я даже в это вложусь. Так, всадники там пофигу пройдет или нет, а вот священное место я бы хотел. Так, ближний бой прошел. Плюс 5, кто-то вкладывался. Ну, в принципе, тут все по одному выбрали. И священное место, отлично. Кроме меня, священное еще один чувак. Этот в центр коммерции вкладывался. И еще один чувак в кампус вкладывался, отлично. Тогда гурдвару можно построить, а не покупать. Так, промышленная зона давайте здесь плюс 3 вот здесь. Да, надо будет убрать тут кукурузину. А то сначала мы, наверное, гурдвару все-таки построим. Так, кстати, время надо увеличить в следующие эпохи. Так, водяная мельница, блин. Этих не сделал трех. Машиностроение открыл. Все, валим. О, там... А, значит, мапучи ливнул, потому что его майя забирает. Ладно, с мапучи понятно. Голландец, Нидерланда ливнули, потому что я его победил в войне. Ну, хотя тут можно было играть и играть еще. Тут еще коник живой. Тут, кстати, на всадников зона контроля не действует, поэтому... По идее, мы можем попытаться... Только вниз надо убегать куда-то. Вот так. Амстердам, кстати, стены строит. А, нет, не строит. Я, наверное, соберу. Ну, ладно, открою так. Мне надо поменять в следующем ходе. Не забыть бы, чтобы в Шенгете... В Шенгете даже... Ну, мне просто надо туда хотя бы трех послов. Ну и плюс, а засоюзить, мне караваны будут кучу веры давать тогда. Так что надо. Так, что тут со священным местом? Три... Четыре есть. А кампус? Два, тут три. О! О, о, о. А вот сюда, может быть, потом центр коммерции. Правильно? Давайте. Так. Я напоминаю, почему священные места, в первую очередь. Потому что для... Получается, Эфиопа это еще и наука с культурой. О, кстати, а что? Нет, нет. Кстати, он меня не может пока тут убить всадника. Что не будем на мир соглашаться. Да, ну, смотри, как священный, у него 76 силы армии. Где он на меня нападает? В каком месте? Мне в лолибели стены поставить, я даже не знаю. Мне бы, конечно, купить вот эти клеточки. Выкупить, чтобы просто заранее видеть армию. Там он что-нибудь строит. Ну, мне, кстати, военный лагерь тут тоже можно было бы поставить. Вот в этом... Или вот здесь. Хотя вот здесь, наверное, даже. Так, давайте строителя. Тут первый посол. И на строителей, наверное, поставлю пока содержание. Хотя сейчас минус будет по деньгам. Минус один. Ну вот, смотрите. Вот сейчас я перекупаю. Так, я посмотрю, что нам дали очки эпохи за госслужбу. Просто уберу, чтобы... Вот перекуп... У меня с Лаутару нету войны. Перекупаю в Шенгете. Смотрим. Нету очков эпохи. Так что за перекупание, когда вы не в войне, очков эпохи не дают. Это не может... Покупый. Продолжение следует... Сколько у меня, кстати... Плюс четыре... Там, в Шенгете... Как он... Международное внутреннее... Получает плюс одну веру за каждого последователя, основывая ванной религии в этом городе. Ага, в этом. То есть это мне надо из тех городов, где у нас уже есть религии отправлять караваны. Лучше на холме. Но тут дело не в видимости, а в зоне контроля. То есть здесь я себя поставлю, то у меня будет зона контроля вот так. И у него только одна клетка прохода будет, которую я могу контролировать. А если я здесь поставлю, то у него он через две клетки может, например, на меня нападать. В этом дело. А не в видимости. В виду-ка мы скоро построим два хода. Вот реально, нафига на меня напал голландец, вместо того, чтобы вот тут город поставить, тут город поставить. Что? Блин, ладно, я опять по кругу иду. Ают-хаю. А надо ли мне Ают-хая? 10% культуры дают. Ну, вообще-то надо, наверное. За строительство здания 10% культуры от ее стоимости. Ну, нормально ж. Нормально. Не понял, а почему я не могу... О, видели бы сейчас было пустое место со стороны моих сделок. А, я требования выбрал, блин. Ну, сейчас как раз разграбим и заключим мир с Вильгельминой. Коня, правда, выкинул немножко тупо. Так, эту не надо вырубать. Вот эту можем вырубить тропический лес. Что-то соседство для священного места. Тут будем строить... А, тут надо будет убрать. Ладно, пока два хода еще можно... Еще строителя сделать. Священочка сюда. Давайте еще строителя. Есть гурдвара. Так, кампус тут есть на плюс 3. Ну, давайте тогда еще и тут строителя. Нам надо вот этот камень убрать. Пока ничего не принимаем. Феодализм надо открыть, потому что две фермы... Я фиг знает, когда построю. Голландец предлагал дружбу, ты отказал. Потом нанял войска в Канде. Вот он, наверное, думал, ты напасть хочешь. А потом соблазнился на твое посело и просчитался. Ну, я в Канде не понимаю... Ну, хорошо, он соблазнился на посело, но почему он город не поставил? То есть, зачем его вводить было? За собой на привязи. Ну, просто неприятный человек в том плане, что вот это объявление войны на последней секунде, специально, чтобы два раза ударить, это... Просто очень... Так никогда не делайте. Вы как бы сразу просто говорите всем, да, я мудак, и что? На этом пока все. Продолжение завтра. Напоминаю, что для спонсоров канала весь стрим с этой партией доступен по ссылке в описании. Большое спасибо вам за поддержку. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.